Девушки отдыхают Моя работа причиняет физическую боль Но физическая боль ничто по сравнению с душевной Я ищу девушку, которая не причинит мне душевной боли И со мной моя подруга Инга Спасибо, проходите Анатолий, 36 лет Супруга улечила его в неверности И призналась, что готова делить его соперницей Но жизнь на две семьи и счастье никому не принесла Анатолий чемпион вооруженных сил по рукопашному бою Инструктор спецподразделения МВД Гордится своими детьми и спортивной карьерой Мечтает встретить женщину, которую сможет сделать счастливой Анатолий не обратит внимания на капризную Особо зацикленную на собственной внешности Женится на эффектной девушке С выразительным взглядом, пухлыми губами И целью в жизни Да, девчонки, сразу видно Весна пришла И студия у нас зацвела Да? И мартовские коты к нам пожаловали Здравствуйте, Анатолий Я в преддверии этого праздника Хотел бы Ручить вам цветы Спасибо Спасибо Это вам Спасибо Очень приятного сияния Спасибо, мой дорогой Умеют они эти котяры Умеют Подластик Вот прям странно Котяры и все тут Подготовился Да Заранее Как так получилось, что и жена была И любовница Наверное, хотели загулять от жены Чтоб та ничего не знала Но Все всплывает рано или поздно Нет, все всплывает рано или поздно Но как таковой цели никогда не было В общем, вы жили себе не тужили С женой, ребеночек родился Да Все было хорошо Да А откуда по любовнице нарисовалась? Когда Жена родила Я в этот момент работал В ночном клубе после армии Стоял на воротах вышибалой Угу И Познакомился с девушкой Так получилось, что Ну, как зачастую бывает Супруга сконцентрировала Свое внимание полностью на ребенке Угу Вот Я не могу сказать, что А тут, когда вы на воротах Вам два мячика подкатило Таких Как у Инги И вы решили забить Ну, не знаю Если у него появилась любовница Она как-то так похожа очень На его типаж Да На его типаж Изначально было просто общение Не более То есть, такая небольшая симпатия Общались Знакомились В общем-то, знакомство переросло в нечто большее А жене зачем рассказали? Я не рассказывал А как она узнала? Где-то, наверное, по прошествии года Она мне впрямую Абсолютно спокойно Ну, так, если бы, допустим Тебе сколько сахара в чай Так же спокойно спросила У тебя кто-то есть? Говорит, да, есть Она говорит, давно Я говорю, уже год Саша, а как ты поступила? В этой ситуации, конечно Я бы хотела знать всю правду изначально Я бы не простила это точно Она говорит, забирай шмотки и проваливай, да? Нет, не сразу Она сказала, мне надо подумать Я тебе завтра дам ответ На следующий день она так же спокойно сказала Твои вещи, вот дверь, пошел вон И когда вы собрали вещи, она передумала отпускать вас? Да, дошел я только до двери И сказала, оставайся Я привыкну, постараюсь прикрыгнуться к этой ситуации Но только хочу с твоей любовницей познакомиться Ну, почти И вот вы объявляете своей любовницей Мол, жена хочет с собой познакомиться Да, я сказал, я об этом Слово любовница, конечно Такое мерзкое Причем более глупо выглядит жена, которая, да? Вообще вынуждена То есть вы прям пришли с любовницей? Да, мы пришли, сели за стол Она чайку там сгоношила быстренько Да, жена накрыла стол Посадила, мы сели разговаривать А чего хотели от этой беседы? Или чего хотела жена? Но не просто жизнь любопытства посмотреть Ну, я думаю, что... На кого променял? Скорее всего так В Ветлицкой есть такая песня На кого ты меня променял? Мы просто поговорили Все хотели какие-то контрольные фразы произнести Но никто не набрался смелости для этого И чем закончилась встреча? Все Я проводил До дома вернулся к себе Молодец Главное чисто И главное спишь со спокойной совестью А что? Честно сказал жене Честно признался любовницей Честно познакомил Как просто жить в этой ситуации было Вашей жене и этой женщине Она... Вы не убежала, вот ваша подруга Не убежала, не сказала то ли У вас правда прекрасная жена Ребенок, живите А я сама устраняюсь Я ее убедил, что я закрываю ситуацию В первой семье Что я оттуда уйду Что мы будем жить с тобой вдвоем Ну не ушел Нет Почему? Не смог Только не говорите, что ребенок Почему? Так и есть А почему я должен... Я говорю как есть Я не смог уйти от этого человека Я не смог ее обидеть Более того, я хотел засыпать рядом со своим ребенком И была жена и любовница, которая забеременела? Да, позже она забеременела И родился там ребенок? Да, сын У него какие-то замашки на гарем, по-моему Уже два ребенка Пока рассказал про двух, по крайней мере Но вы любили и жену, и любовницу? Скорее в первом браке я больше позволял себя любить Во втором, наверное, да, любил А чем все разрешилось? Вы все-таки ушли от жены? Сначала получилось так, что я разошелся со второй То есть, ну, оба почувствовали, что нас заел бы... Так же нельзя уже просто, да? Да, она устала Ну, если честно, для меня эта ситуация не очень понятна То, что человек жил на два дома, я не одобряю, конечно, это решение, этот поступок Я понимаю, может быть, все это выглядит немножко саркастично Не саркастично, я понимаю, что вы жили в аду все это время Вы не представляете, в каком... Развелись и с женой, и... Да, да, да Почти в одно время? Практически, с небольшим перерывом Но с любовницей расстались раньше А не было желания возобновить все с женой? Нет, с женой я... Мне уже просто совесть бы не позволила Вот так, потому что я... Когда мы еще с ней познакомились в детстве Я первое, что я ей сказал, ну, в подростковом возрасте Ты зря садишься со мной в одну лодку, я могу не довести тебя до другого берега Как красиво Мне кажется, ему это просто вся грязь неприятна Он хочет просто чистых, нормальных отношений, недвойственности, а однозначности Ну, он просто не знает, как из этого уйти То есть сейчас у вас двое детей? Да, мальчик, девочка Еще хотите детей? Хочу Зачем? Я объясню, я хочу... Дело в том, что какое-то время я себя, как отец, наверное, не очень хорошо проявил Я присутствовал на родах оба раза Я очень люблю своих детей Но я упустил момент их роста Их вот, скажем, колыбель и все такое прочее Они поздно еще, они взрослеют, им отец нужен Нет, я прекрасно понимаю Но у вас еще были отношения, 7,5 лет, да? Да После того, как вы расстались И это кто, третья была? Третья была девочка, я с ней познакомился после всех этих уже дел И так получилось, что я, ну, искал, наверное, чего-то несерьезного на тот момент И когда я ее увидел, честно скажу, я был шокирован, потому что девочка очень эффектная, я вас уверяю Она потрясающе красивая Да я вот по вашей подруге вижу, что вас другие не интересуют Я вас уверяю, там девочка достойная У меня была ситуация, у меня ее Тайсон пытался увезти И когда познакомились, через 15 минут я просто увидел перед собой чистого, невинного человека Ангел Как вы сказали? Ангел Да, именно так Нет, у него все были достойные, у него двое детей Три девушки, и всех любил, и все достойные Мне кажется, дело пахнет керосином Не наш вариант Толь, а можно вот в преддверии праздника почитать стихи, которые вы писали? Прямо отрывочек Нет, я весь прочту А сколько у вас там страниц? Одна Я закрою глаза и представлю, как коснется до губ теплый ветер Поцелуй свою воздушную отправлю, як единственной милой на свете Спит мой ангел и видит ту сказку, про любовь, что у нас не украсть Верный ветер стремительно рыщет, над простором замедлив свой бег В океане людском он разыщет, где единственный мой человек На губах твоих теплых оставих, поцелуя любимого нежность За окном свои крылья расправив, он поднимется в небо безбрежность Ты, как я, вдруг сквозь сон улыбнешься, губы дрогнут, улыбкой играя, и с улыбкой утром проснешься С днем рождения, моя дорогая Как твои стихи? Стихи, стихи хорошие Так почему не сохранили эти отношения? Почему не сохранили? На самом деле, вы знаете, я сам задаюсь этим вопросом Так получилось, что первые три года она меня добивалась И я просто любым способом от нее отталкивался Я ее, можно сказать, отгонял, я был грунт Нет, я верю в другое, что если есть любовь Человек в здравом смысле никогда ее от себя не оттолкнет Тем более, что, видимо, причины не было Значит, они видели будущего вместе с ней? Она не видела будущего со мной, потому что я говорил, что его не будет Да, и вы не видели будущего рядом с ней Я сомневался Вот и все, поэтому ответ-то более простой Хорошо, Анатолий, поговорили Сегодня вам 36 лет Начинаем жизнь заново Сколько детям? Мальчику 8, девочке 11 Такой разносторонний парень И пишет стихи, и спортом занимается Девушек у него было много, и дети есть История очень богатая Давайте с материальной точки зрения-то разберемся Что у вас есть-то? А что нужно? Ну как, квартира, машина, зарплата Машина есть, зарплата есть Три ключа, ну вот так называют Квартира от машины, от офиса А зарплата у вас какая? За 100 тысяч или до 100 тысяч? Нет, поменьше Поменьше, да? Значит, сколько тогда, а с момент знакомств до свадьбы Сколько времени вам потребуется-то? Я не буду никаких сроков говорить Мы просто должны Может быть, это понимание, оно быстро возникнет Не, Лариса, я тогда замуж его не буду Смысл, женить не буду Он какой-то такой Анатолий, ну смотрите Две ваши любовные истории демонстрируют Такое характерное для мужчин Знака рака качество Как нерешительность Умение тянуть до последнего Вообще, в языке рака Слово решительность отсутствует Это вообще откуда-то из иностранного языка В бытовых делах вы можете ее проявлять Вот в отношениях Что с женой и любовницей тянули? Я ординарный человек, двойственность Да, то про него четко вот сказать Вот невозможно ничего Вы знаете, вы мне кого напоминаете? Ну, потому что вы такой с кубиками Чемпион вооруженных сил по борьбе Вы такой воин, завоеватель Вот пришли, город взяли Красавицу взяли И никаких обязательств До следующего города Ну, и тем более вы тюнингованную хотите Ну, короче говоря, я вам буду красавицу искать для воина Анатолий, вам вот после нашей беседы осталось только сказать Я старый солдат, я не знаю слов любви Вы такой матерый, поживший, разочаровавшийся И своей юной возлюбленной не хотели портить жизнь Понимаете, столько в этом Какого-то такого, мне кажется, ложного трагизма Жизнь же прекрасна Прекрасна Самое главное, чтобы он был готов к отношениям Именно к серьезным Попыток очень много было Надеюсь, свободы сделаны все-таки И возраст все-таки 36 Да Вы молодой мужчина в расцвете своих лет Но у кого не бывает такой ситуации, как у вас? Поэтому я бы не стала так разочаровываться в женщинах, в жизни Все еще может быть, и все у вас будет Единственное, что женщина любит мужчин, которые попроще За редким исключением хочется разгадывать ребусы Потому что, когда вы столько сейчас на себя, ну, как бы, набросили Столько тумана напустили И вам кажется, что, ну, молодой девчонке таким образом своим Можно заморочить голову Но женщина, чуток пожившая, она уже поймет, что это все Только так, и все разрушится Поэтому девчонки будут сейчас за вас бороться Вы все сами про себя знаете Вы знаете, что в вас влюбиться можно Вот, поэтому откройтесь чуток хотя бы Я попробую И, глядишь, сегодня уйдете не один А девушку я вам желаю с очень сильным характером Которую будет очень трудно сбить с пути Женщину жесткую рядом с вами я себе с трудом представляю Потому что мужчины вашего склада, да и вашего типа гороскопа, ну и мужчины раки тоже, можно сказать так Они когда видят женщину логичную по-настоящему, они очень быстро разочаровываются, быстро охладевают То есть под венец тебе его придется везти Как раз к 40 годам Да, экземпляр, крепкий орешек Поэтому я желаю вам, чтобы женщина была нежной и любящей Игривой, непринужденной и не планирующей ничего Но чтобы она умела ставить условия Потому что с вами нужно так Повыжидала, повыжидала и в какой-то момент условия поставила То есть у нее должно быть это умение После рекламы невесты попытаются проявить свое искусство обольщения Оцените вместе с нами Вы смотрите «Давай поженимся» У нас в гостях Анатолий Встречайте первую невесту Удачи! Здравствуйте, Анатолий Меня зовут Ольга Надеюсь, что с сегодняшнего дня с любовными треугольниками будет покончено Надеюсь, это вам Спасибо Здравствуйте, Ольга, с кем вы? Здравствуйте Со мной мои друзья Надежда и Виталий Очень приятно Давайте узнаем вас получше, посмотрим на экран Ольга, 30 лет Руководитель направления в компании по продаже нижнего белья Занимается фитнесом, играет на фортепиано и танцует бачату Мечтает создать свою линию одежды, открыть сеть бутиков и родить троих детей Ольга рассталась с возлюбленным после того, как поняла, что он живет на две семьи Надеется, что Анатолий будет с ней честен Оля, а вы случайно не та самая любовница, которую Анатолия увела из семьи? Нет, случайно не та Нет? А как же вас-то угораздило в этот треугольник попасть? Ну, мы познакомились два года назад в соцсетях Переписывались, созванивались где-то на протяжении двух недель Потом решили встретиться И на третьем свидании я поняла, что это мужчина, которого, в принципе, я ждала То есть он себя проявил, он был очень чуткий, заботливый, нежный Вот, мы просовещались где-то полгода Он мне сразу открыто сказал, что он был женат и что у него есть ребенок И что они уже не живут, ну, где-то года три Вот, потом мы решили жить вместе Где? Он профессиональный спортсмен, пляжный волейбол И от его клуба ему предоставляли квартиру То есть у него Вот, и после того, как мы начали жить вместе А жена где с ребенком? Не спросили, где живут? В Подмосковье После того, как мы начали жить вместе В какой-то момент его жена появилась в соцсетях То есть я выкладывала, ну, соответственно, наши с ним совместные фотографии И она начала их комментировать То есть, мягко говоря, начала поливать меня грязью Что, типа, куда ты лезешь, что я там страшная, что... А куда лезешь, в смысле? Она же бывшая Ну, вот она почему-то начала себя вот так вот проявлять Я своему молодому человеку начала говорить Ну, как так, почему она так себя проявляет На что он мне говорил, не обращая внимания Что она просто хочет меня вернуть Но там меня ничего не держит, только ребенок Я думала, да, что у тебя такая запутанная история любви Теперь я понимаю, что нет Ну, это, видишь, в рассказе Так-то мы знаем, что... Все, на самом деле, не так-то просто А вас не настораживало то, что он вдруг мог пропасть? То есть, вы его со спокойной совестью отпускали Общаться с дочерью, то есть, он туда ездил? Да, он ездил А то, что он там оставался? Ездил, да Ну, просто у меня, как бы, это первый опыт с мужчиной, у которого есть прошлое такое И вам казалось нормальным, что он остается в бывшей семье? Ну, как он мне объяснял, что это все ради ребенка Что у нее такой возраст, что не хочет ее травмировать, чтобы она знала, что у него есть папа Саша, а как бы ты бы отреагировала, если бы, ну, твой молодой человек уезжал бы на выходные, там, на дачу? Конечно, негативно Ну, хорошо, а что стало настораживать, когда? Ну, вот, стало настораживать то, что она начала в соцсетях комментировать наши фотографии Вы отвечали за Бадура? Нет? Я долго думала, да, но, думаю, не буду отвечать Ну, как бы, она, во-первых, взрослая женщина, она старше его на 10 лет, а у меня на год старше Вот, потом меня как-то все-таки это задело, и я решила ответить, что... Дура старая? Ну, ну, не так буквально, ну, да, написала, что вы взрослая... Общий смысл был именно этим Да, взрослая женщина, ведете себя как подросток, я бы себе такого не смогла позволить Ну, как-то это низко, на мой взгляд Вот, и в эти комментарии к фотографиям начали вступать ее друзья, ее подруги И одна из подруг написала такую фразу, что Оля, даже не думайте, даже не лезьте в их отношения, что он так и будет игрушкой в ее руках То есть ему удобна эта ситуация А вы к нему обратились с пристрастием? Мол, что происходит? Меня твоя бывшая прессует, ее подруги мне дают советы, как мне с тобой жить Конечно, конечно И он что? Не обращай внимания, она просто хочет меня вернуть Не знаю, наверное, просто у нее чувства были к этому человеку, поэтому она позволяла так себя вести Так что вас развело по разные стороны? Почему вы сегодня с нами? Развело, просто произошла такая ситуация, что он уехал на очередные сборы И в этот момент, мы уже вместе жили, в этот момент начали появляться опять-таки на ее странице Уже их совместные фотографии именно в том месте, где происходили сборы Да А вы заходили на ее странице? Ну, заходила И тогда что? Как только я увидела, я начала звонить, на что он мне тоже самое отвечал, что это вообще старые фотографии, даже не смотри на них Что в операции, вернее, бывшего победила ваша соперница Просто он не думал, что вы две такие дуры и впуститесь в эту переписку А его это просто поддостало, скажет, ну, боже мой, ушел только от одних проблем Теперь эта молодая скооперировалась Зачем? Что вы там забыли? Боже мой, какая вам разница на этой странице? Зачем выкладывать свои фотографии личные? Ну, я этого не понимаю, я человек темный Ну, в общем, вы сами себе навредили Как вам, Анатолий? Я думаю, человек, который жил в аду, а я верю, что Анатолий жил в аду Больше туда не захочет, потому что как-то вы на мазохиста не похожи Жить во лжи самое ужасное, пояснение Самое ужасное, да Жить во лжи, это страшно И вам больше не захочет таких экспериментов Ребята, вы молодые, красивые, у вас прекрасная разница в возрасте Вот я не вижу ничего, чтобы вам помешало начать строить эти отношения А вот вам мужчина, который гол, как сокол, нужен? А кто он сказал, что я гол? Ну, у вас квадратных метров нету Зарплата у вас зависит от вашей силы Вон, хромайте, вон, вижу Нет Ну, вот опять эти квадратные метры, главу угла Может, нужен такой вот? Ну, вы знаете, на самом деле меня это нисколечко не смущает А вы москвичка? Нет А вы кто? Пен, из Пензы А, ну, вам говорят, все равно куда ехать? В Санкт-Петербург или в Москву? Питер хороший город Если поставите задачу накопить, построить, купить У вас все получится, ребят, все получится То есть, не важно, материально Я тоже, в общем-то, живите, да радуйтесь А может быть, Анатолий захочет стать пензиком? Я знаю, что вам нужно для сюрприза переодеться Да, буквально пару слов Анатолий, я со своей командой подготовила для вас сюрприз Это танец Бачата Анатолий, я знаю, что вам нужно для вас Я считаю, что классный подарок Но мне кажется, Анатолий, правда, не тот человек, кто это оценит Эх, полна Россия талантами Россия Субтитры создавал DimaTorzok А, Оля, а со своими Сватами в комнату А ты, Ханни Иди сюда А вы ко мне, ко мне, ко мне сюда Сегодня мой день, сегодня мой праздник Сходите с парня Танец вот этот Тебе не надо его танцевать, Роза Бащата Тебе не надо, потому что у пожилых это будет выглядеть, как будто у вас болят ноги Поэтому вам не надо Уходите Спасибо большое Уходите Как вам сюрприз? Как вам, Ольга? Потрясающий сюрприз Девушка очень интересная Симпатичная Миленькая Пластичная Мне она очень понравилась Я что-то с губами там Поэтому А если она будет, Анатолий, вашей девушкой Будет продолжать вот с этими Парнями, коленочкой ему под Одно место А он ей Туда же В танце Вы знаете Порвете? Да нет Нет? В моих предыдущих отношениях Женщина себя поставила так, что Я мне вообще Ревновать разучился с ней просто Поэтому я думаю, что Я могу быть спокойным Но это зависит от нее Но у вас такой был взгляд, когда они танцевали Взгляд змеи Которая затаилась А у меня как был взгляд Недолго У меня такой был взгляд У тебя не помню И я смотрела Давно я такого не переживала Ого Как тебя навалить вообще Взгляд змеи Вы тоже это заметили? Анатолий Собственник Поэтому да Я чувствую радость Девушка, она стяжет рядом Я чувствую, что он прям Да Красивая Она такая нежная, воздушная А интеллекта хватит Я не хочу вас обидеть Просто-напросто Просто там вообще Там столько высших образований И вот это Мне понравилось, Ольга Я ее не запомнила даже Не, мне Ольга понравилась А бащата правильно записала? Тебе зачем это? Ну я тоже хочу Не надо, неприлично Неприлично Ну я вас не представляю с Ольгой Просто вы От древности умрете Она будет бащат танцевать То есть это только был сюрприз сегодня Вообще, Ларис Вот я тебя понимаю Все время выдавать замуж Всех женить Это расшатывает нервную систему Ну как потом Я как-то веду себя неприлично Нет, как вот потом Спокойно смотреть На чужое счастье И вообще на симпатичное А что у нее своего нет? Он у нее выше крыши Оля Скажи, пожалуйста Как тебе вообще жених? Ну, ты знаешь Неплохой Суров Но Что-то в нем есть, да? Да, что-то в нем есть Изюм Изюм, да? Угу Хорошо Девушка действительно воздушная Она правда представительница стихии воздуха Но при этом очень разумная Очень разумная и осторожная Хочу сказать, что в ее случае Никогда не было бы эпизода Жизни и отношений с мужчиной уже женатым То есть она никогда никого не делила бы на двоих И Она со своим мужчиной оставалась только потому Что была уверена, что он разведен И с этой женщиной мужчина не загуляет Не потому, что она будет очень строго его держать А поверьте мне Она правильно сумеет выстроить ситуацию Так стратегически Что он не встретится просто с потенциальными соперницами Мне в ней все понравилось Я считаю, что это хороший для вас вариант Главное, чтобы теперь Вам захотелось продолжить это общение И все Она абсолютно права Она сказала про тебя правду Угу Давай поженимся Теперь в вашем мобильном Наберите 0736 Роза и Василиса дадут вам совет в любое время И оставайтесь с нами Через несколько минут Вы станете свидетелями нового знакомства В эфире Давай поженимся У нас в гостях Анатолий Встречайте вторую невесту Анатолий, здравствуйте Меня зовут Александра Я верю в судьбу Но не упуская возможности ее найти Поэтому вам предлагаю Угоститься моим печеньем с предсказаниями И узнать, что оно вам предвещает АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое Спасибо АПЛОДИСМЕНТЫ Предлагаю вам так же угоститься Ой, мы согласны Тем более есть предсказания Спасибо вам С кем вы пришли пока? Скажите, Александра Я пришла со своими подругами Дарьей и Сабиной Давайте на вас посмотрим Александра 26 лет Бизнес-аналитик в банке Гордится тем, что ею гордятся родители Мечтает о доме в Италии Предупреждает, что излишне импульсивно Возлюбленный долго пытался убедить Александру В том, что его любви хватит на двух женщин И вскоре женился на другой Надеется, что Анатолий окажется однолюбом Да, Александра Как вас угораздило в этот треугольник попасть? Я узнала, конечно, об этом же не сразу У нас начинались хорошие романтические отношения Длилось все очень замечательно и восхитительно Но начала замечать какие-то странности из-за человека Например? Например, я звонила, он не брал трубку Он перезванивал и звонил тогда, когда нужно было только ему То есть я пишу смс, ответ тоже сразу не получаю Ну, конечно, это наводит на какие-то сомнения На прямой вопрос в лоб Когда, может быть, у тебя кто-то есть? Он сказал, да, есть Девушка, с которой он встречается Еще параллельно Но вы не развернулись и не ушли? Конечно, первая реакция негативная Что это ненормально Что я не готова к таким отношениям Манта, он ведь вам сказал, что любит обеих Да, я поставила его перед выбором Сказав, что ты должен определиться Я так не могу и не хочу такие отношения Он сказал, ты знаешь, дорогая, я люблю вас обеих Вы мне обе нравитесь Но, к сожалению, тогда я тоже уже успела проникться к нему чувствами И мне уже было жалко этого человека терять И наши отношения продолжились Я смотрю, какие все молодцы, да? Везде успевали Ну, это было как у Анатолия Ему были нужны обе женщины И он на вашей сопернице женился? Да, в конечном итоге он на ней женился Как вы считаете, если вы были более настойчивы? Вы бы в этой войне выиграли? Вы знаете, мне это не нужно было Спустя время, я понимаю Вы же согласились на отношениях Какое-то время, да, я существовала в этих отношениях Потому что были чувства, была влюбленность, эмоции Но потом... Не боролись? Не боролась Ой, детка, что вам сказать? Помотал нервы? Помотал Опустошил? Опустошил Но не разочаровали же в мужчинах? Я восстанавливалась какое-то время Но сейчас, я надеюсь, встретиться с судьбой Санечка, скажите мне, пожалуйста А вот от того, что у Анатолия такой же был опыт Никак это вас не настораживает, не пугает? Ну, наверное, это больше знакомо, чем пугает Так что человеку свойственно делать, к сожалению, ошибки Главное, чтобы он сделал правильные выводы Мне первая больше понравилась Я тоже первая Ну, зато, конечно, зато у вас одна гарантия Что больше этого не повторится Потому что Анатолий туда не хочет, он там был И ничего хорошего в этом нет Не москвичка? Нет, я из Уфы А что главное тогда? В Питер? Доверие В Питер переедете? Да, без вопроса Готова начать все с нуля? Конечно, готова Двое детей не пугает? Нет, не пугают Да они честны просто Пугают дети Любого будет Вот нас пугают дети, да? Нам не нужен багаж Просто сразу сходу А тебя бы, вот лично интересно Мы часто этот вопрос обсуждаем Пугало бы наличие у мужчины Я бы сказала Я бы сказала Ты начинаешь со мной новую жизнь Поэтому есть только он или я Я плохой пример Понятно Такая красавица Умница Бизнес-аналитик в банке Не старая Еще, собственно говоря Даже не 30 Вот тебе зачем мужчина С проблемами психологического плана Двое детей Николай не двора Вот что ж такое тебе не так Чтобы вот прямо А пусть они сами разберутся Нужны они друг другу или нет В крайнем случае Сашенька может прийти к нам сюда В качестве невесты Я думаю, сегодня посмотрят Какая она красавица, мужчины И будут писать Ну вот и я про что Спасибо, Борис Ему нужна взрослая женщина Которая ухаживать за ним будет Вон ножку ему полечит А ты молодая Чего ты вот Ну ухаживать я тоже умею Ой, сваха, боже мой Как тебя на этом рынке держат-то еще? Нормально держат Нормально Жалко бегать Посмотри, хороша Санечка, пообщайтесь Не слушайте тети Роза Анатолий, скажите, пожалуйста Что вам важно в девушке Какие качества вы цените А какие наоборот не приемлете Какие качества? Ну, здесь прозвучало насчет детей Скажем так В предыдущих моих отношениях Девушка приняла их И приняла очень хорошо Они приняли ее Они общались замечательно И мне нужно, чтобы человек Который будет со мной И их любил Я не заставляю Уделять им там максимум внимания Ну, чтобы человек принимал это А вы в свою очередь, Саша? Я не приемлю в мужчинах хамство Отсутствие воспитания И уважения к девушке Жадность тоже не приемлю Ценю, конечно А жадность в чем? Жадность, вы знаете Ну, на примере, допустим, да Когда парень, допустим, может Точнее, не может И не желает дарить цветы девушке Даже по праздникам Это не парень Это взрослый мужчина Как любите отдыхать? Я очень люблю путешествия Я люблю спорт Активный образ жизни Постоянно что-то познавать, узнавать То есть, если он в путешествии Будет брать своих детей Вас это не будет смущать? Нет, не будет смущать А вот раз Покажите сюрприз Анатель Я знаю, что вы спортсмен Я также увлекаюсь спортом И единоборствами Поэтому хотела бы вам Продемонстрировать свой навык Пройдемте, пожалуйста Кто кого поборет, называется Да Она сейчас тут работает Пойдем пару ударов Я вам покажу фару приемов А вы меня поправите Или научитесь чему-то новому Ух ты, ух ты, ух ты Так, стоп, секунду Ну хоть ты блок поставь Значит, ручку дальнюю Вот сюда Эту вперед немножко Руки взаимозаменяемыми Если бьет одна рука А вторая возвращается в голове Очень много зазоров Я бы вас уже нокаутировал, барышня О, боже мой У меня с вами не конкурировать Спасибо вам за урок Спасибо Проходите, девочки Инга, как вам Александра? Интересная девушка Мне нравится ее хобби То есть, думаю, если Анатолий ее чуть-чуть подучит Как вам, Александра? Девушка внешне очень приятная Я думаю, что она очень образована Замечательно, что у нее Как рассавица такая Она симпатичная Но есть, как сказать Мне кажется, она очень тихая Она очень спокойная Мне кажется, в ней нет взрыва Я не вижу вулкана А вам нужно? Вы в вулканах страсти еще и там не накувыркались? Понимаете? Не хочется уже гавани? Вулкан может быть разным, понимаете? На каком-то костре можно руки согреть А в какой-то обжечься Она теплая, интеллигентная Хорошо воспитанная Мягкая Страстная Нежная Могу еще полчаса и пить вот эти Перечислять Прекрасная девушка Роза, согласна? Да, я согласна Я ее вот с пристрастием думала Ну, все-таки Про сто тысяч-то Верю Потому что у самой ничего приданно мне Так что она вот готова вас взять и вместе с вами Саша, если он зайдет, ты выйдешь? Нет, я не играю Да, я выйду Мне он понравился лично Вообще неправда понравился Я удивлена, почему вы сказали про фонтан страстей Потому что вам на самом деле в отношениях не фонтан страстей нужен Вам нужна такая попрыгушка-поскакушка Вам нужна женщина, которая будет делать жизнь интереснее, веселее, разнообразнее Но она действительно человек тихий, спокойный И самое печальное в этой ситуации, что она любит вот таких вот парней, как вы Закрытых, эмоциональных То есть на самом деле вы практически ее идеал Но может быть хотя бы это как-то ваше сердце растопит И заставит вас посмотреть по-другому на чудесную девушку Ну, он не прав, конечно, про огонь Правда, я прав Но это его видение Я предлагаю Анатолию встретиться с третьей невестой Проходите Привет, меня зовут Даша Привет Нас объединяет спорт И мы поэтому можем как минимум общаться и дружить на одной волне Спасибо Дашенька, здравствуйте Здравствуйте, с кем вы? Я пришла с моим папой Игорем и с моей подругой Милой Давайте на вас посмотрим Дарья, 21 год Тренер по художественной гимнастике в частном спортивном клубе Гордится разрядом мастера спорта Мечтает открыть свой спортивный клуб Признается, что верит в приметы Возлюбленный Дарьи так долго настаивал на интимной близости, что даже обещал жениться Но со временем передумал Надеется, что Анатолий окажется порядочным мужчиной Глупая девочка При таких пожилых родителей Что они вам не объяснили? Что мальчики еще те обещалки Чтобы своего добиться, на все пойдут У меня просто своя голова на плечах Да, 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 да Я прям так и поняла по истории Родители молодцы, да? Пришли вместе с дочкой подержать Класс, да Итак, встречая одного пацана в мегаполисе Несколько раз подряд в разных местах Вы поняли, что судьба Да, я прям просто очень верю в судьбу, в любовь с первого взгляда Вы москвичка? Нет, не совсем Но живу с самого раннего детства здесь А так мы приехали из города Керман Это Одесская область Ныне он Белгороднестровский Ну, встречались, я имею в виду, где? А, встречались с ним в Москве Вась, а вот это о чем-то говорит? Когда действительно в многомиллионном городе люди встречаются случайно в разных местах Если в разных местах, то да, можно сказать, что это судьба Значит, это была судьба Да? В каком-то смысле слова Только люди почему-то представляют себе слово судьба Как то, что все, он до гроба твой, а ты до гроба его Иногда судьба это короткий участок времени Какой-то опыт, который ты должен прожить и получить Когда все-таки обменялись телефончиками? Чья была инициатива? Мы не обменялись телефончиками, к сожалению И я перевернула весь интернет по группам, ну, в социальных сетях Можно, да, это сделать Ну, понятно, нашла его, в общем По фотографии я нашла Не могу объяснить, как Позвонила? Поэтому я решила, что это все-таки, да, была судьба Потому что даже в интернете я смогла его найти Даш, позвонила ему? Написала Написала, объяснила, что я это та самая девочка Которая 40 раз тебя встретила А он что? Он вспомнил, сказал, да, приблизительно так вот Припоминаю, видел Вот Назначила ему встречи? Я пыталась назначить встречу каждый вечер Потому что, как выяснилось, мы живем в пяти домах Ну, жили, живем еще Вот, и каждый день я назначала Давай встретимся, хотя бы вот около магазина А он говорит, ты уроки лучше делай, Дашка Ну, из этой серии отдыхай Смотри, ей так пальцем Да, да, да А потом прошло время Дву учиться Где-то месяца два И он сам проявил инициативу и предложил мне встретиться Это меня удивило, и я прям Она слишком Она, к сожалению, да, еще маленькая девочка Ну, вообще, весьма красивая девочка Я думаю, что Ей нужен другой человек Ну, и, собственно, как и его Ну, не 36 лет А потом куда пригласил? К себе домой Вы пошли? Пошла Это какой срок прошли? А мама и папа не знают, да? Вот сейчас для них это новость, да? Мама знает Мама знает А папа сейчас только знает Да Ну, я это Я верю ребенку Очень спокойно принимаю Потому что представляю, как эти гости все происходили Ну, и что дальше? Ну, я пришла Делись дальше, наверное Дальше Ой, ну что, было что или нет? Нет, не было тогда Правильно Тогда Но склонял Нет, не склонялась даже просто сразу Категоричное место А когда ты женись, да? Ну да, из этой серии Ага Вот, ну и мне сказали Ну, тогда извини Давай, пока Тогда иди отсюда мелкая Да, я и растерялась И вы ушли Ну, совсем ребенок прям совсем Он еще так Под родителями совсем Ей 21 уже самостоятельно Это еще нет Даша Ну, так и сколько с ним были отношения С этим парнем? Потом На протяжении 5 лет По 3 месяца Там по 5 Ну, вот с периода Ну, то есть он общался с вами Ходил на каток А добирал то, что нужно Молодому парню с горячей кровью В других местах А вы как хотели? Меня придерживали всегда Ну, как запасной вариант Ну, то есть вот она всегда вернется Она всегда будет рядом Она любит Она верная, добрая, хорошая, милая А вот, надоела Да, поэтому я здесь Теряет время? Да Чего хотите? Пусть сидит такой дядя Толя напротив Дядя? Да, я уже посмотрела, да Дедушка 15 лет разницы Да Не пугает? Да, на самом деле Разница в возрасте не особо пугает Пугает багаж Который за спиной Мы не примем решение сегодня Мы можем общаться Слушайте, она у вас не страшилище Он красавец, красотка какая Это я точно знаю, да Вы прямо готовы, чтобы быстренько сбагрить ее, что ли? Сейчас папчика, да Они так решительные родители Родители просто, да Родители смотрят со стороны именно то, что опытные уже такое Можно нам с Дашей парой фраз перекинуться? Конечно Да Что ты волнуешься? Нет Молодец Расскажи, пожалуйста, а вообще вот мужчина это что для тебя? Может быть сложный вопрос, но вот мужчина Не знаю Хороший, правильный и не для него А может он ее уберет? Мне кажется, он тоже самое скажет, что она мягкая и нет огня Его просто цепанула первая девочка Зацепила, понравилась Даш, вот послушайте теперь меня Вы счастливая девочка Счастливая Потому что живете в семье, где вас обожает и мама, и папа Где они ваши самые лучшие друзья Где вот такая поддержка Поэтому в семье В вашей, собственно, нужно уже будет трудиться над отношениями Приедается все И молодость, и нежность, и пухлые губки И дальше наступают будни Вот к этому нужно быть, конечно, готовы Вы же видите, что у Анатолия характер очень непростой Это я поняла, посмотрев про него Поэтому, если вы не боитесь трудностей То очаровывайте, показывайте сюрприз Сюрприз мы приготовили вместе с папой Вся страна давно уже живет Олимпиадой И мы также не могли обойти это событие И хотим показать сюрприз, посвященный этой теме Ничего себе Папа, рикбай Море наш запустим фига Паруса Мы наполним ветром В зале мы обещанный стад И маяк Олимпийским цветом Нам укажет правильный путь Мы в победу верим И в пути уже не слегка Мне очень нравится Мне тоже очень нравится Эппетитивная тачка Открыта Только тут папа центровая фигура Да Весочий огонь не погас Покажем высокий класс Браво! Браво! Спасибо большое! Спасибо вам! Спасибо, девочки! Спасибо, Игорючек! Проходите в свою комнату Знаете, что я вам хочу сказать? Вот когда я наблюдаю отношения в таких семьях Я по-настоящему счастлива Я сейчас была счастлива Господи, боже мой! Вот как за образчик, как за эталон Нужно показывать в любое время В прайм-тайм Вот Даша и папа, например, да? 20 минут Вот как они общаются? Он поет, она с этой... Инга, а вы что скажете? Девочка действительно очаровательная У нее просто нимф над головой светится Вся такая светленькая, лучистая Ох, жаль, Анатолий, что я не на твоем месте Я бы ее выбрала По-моему, мы даже эту блондинку обескуражили Она какая-то, да, она просто присела Скина согнулась, представляешь? Ну, я уже видел одного такого ангела Она мне очень симпатичная Мне вот эта связь с папой, вы верно сказали Она о многом говорит Меня пугает разница в возрасте Но персонаж положительный Вот чуть-чуть немножко годков добавить Она не персонаж, она живой человек Ну, вот я не вижу ни одной причины Чтобы иметь зятя почти своего ровесника Ну, она... Ну, просто вот цветочек Который должен цвести И с молодыми Нет, Роза Есть враги, в которых 15-летняя разница в возрасте Скорее приветствуется Но это не тот случай Мужчина с опытом, да Нежный, любящий Не тот случай Вот хочу вопрос тебе задать такой Анатолий, понравился тебе? Ну, неплохой парень Но все равно не мое Василис, а звезды? Может быть, мы напрасно здесь так нервничаем? Мне кажется, тут дело даже не в звездах В том смысле, что бессмысленно заглядывать в гороскоп Когда Анатолий все понимал Он сидел настолько грустный, потупившийся, тяжелый Вы как будто были придавлены плитой Я понимаю, что еще и отношения старые вас тяготят И честно сказать, мне кажется Вот вы сейчас почувствовали всю свою отрешенность От мира уже молодых девочек Куда вас так сильно тянет? А она молодое создание Ей надо еще и расти и процветать Я считаю, что ей ваши тяготы ни к чему Но кому же сегодня улыбнется судьба? И кого выберет жениха? Давайте вместе подождем И очень скоро узнаем об этом Инга, познакомились с тремя очаровательными девушками И каждая из них старалась произвести впечатление на Анатолия И каждая сейчас, затаив дыхание, сидит в своей комнате и думает Зайдет ко мне, не зайдет Поэтому нужно посоветовать Как вам кажется, к кому ему идти? Я очень эмоциональный человек И, наверное, по духу мне очень близка Дарья Так как вот я посмотрела на нее Действительно какая-то волна между нами Вот именно женская Мне очень она понравилась Я бы выбрала ее Но мне кажется, она молода Очень молода для Анатолия Но Анатолию делает свой выбор Так вы советуете идти к Дарье? Да Инга Анатолий Сложный выбор по одной простой причине Потому что он сложный Я вот могу сейчас сделать первый шаг К тому, чтобы просто познакомиться с человеком Вот я свой выбор в этом отношении сделал Я не делаю выбор, что это будет окончательный Он отсюда и до гробовой доски Но узнать человека ближе Кого я уже выбрал Я понимаю, что Даша произвела на вас впечатление Я понимаю, что Инга вам советует Дарью Но у Даши еще есть и своя собственная жизнь Ну просто пожалеете Поэтому, мне кажется, 30-летняя Ольга Прекрасная, красивая Понятная вам Вы понятна для нее Мне кажется, Ольга Ура! За нас ведущая Мне все закончилось Мне кажется, что вот по силам И в эмоциональном, и в физическом, и в материальном плане Я все-таки об этом буду напоминать А то приходят женщины и почему-то не предлагают материальный достаток Интересно Мы свою красоту и молодость предлагаем А они достаток не предлагают Только Ольга согласна с тобой, Ларис Она вытянет А звезды что? А звезды говорят, что Александра и Дарья Две девушки В своих гороскопах имеют Марс в знаке рака Они действительно ожидали бы Увидеть рядом с собой такого мужчину, как вы Но Я боюсь, что вы слишком сложный и запутанный тип Что им придется разбираться с вами А вам бы самому с собой разобраться Пока, прежде чем женщин погружать еще в пучину этих чувств Я абсолютно уверена, что Ольга Воздушный, хорошо подходящий вам типаж женщины И со своими земными Марсом и Венерой Сможет разобраться с вами более конструктивно Мне кажется, что она легко, ненавязчиво выстроит с вами отношения Ровно того типа, которые вам нужны Она вам поможет разобраться и не утопать самому в себе А вам это важно Но у вас свое сердце, оно вас не подведет И оно вас приведет туда, куда вы хотите Мы вас в любом случае поддержим Поэтому вперед Выражайте симпатию нашим будущим героям Отправляйте смс их номером по телефону 4151 Анна, 22 года, номер 3029 Клубный промоутер-модель Гордится титулами мисс Хабаровск и мисс Якутия Мечтает сняться в кино и получить Оскар Ищет взрослого, надежного мужчину Который будет для нее примером для подражания Лилия, 52 года, номер 3030 Бухгалтер много путешествует Любит шить, вязать и создавать уют Катается на лыжах и коньках Видит рядом с собой спокойного, стабильного мужчину Который поддержит ее в трудную минуту Мы не знаем, выйдет Анатолий Один, или с избранницей Я приглашаю всех выйти и поддержать его Привет Еще раз Я, может быть, не могу сказать Что я сразу готов пообещать тебе какое-то будущее Но познакомиться, узнать друг друга ближе Мне бы хотелось, правда Я могу поддержать и просто подружиться Для начала Для начала Отлично У нас есть пара Анатолий и Дарья Если вы тоже хотите обрести свое счастье Заполняйте анкету на сайте Первого канала Если вам понравился тот из участников сегодняшней программы И вы хотите с ним познакомиться Отправляйте смс с именем героя на номер 4151 Я, Лариса Гузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам Давай, пожениться АПЛОДИСМЕНТЫ Неженатый И у которого не было детей И который очень хотел найти русскую молодую красивую девушку Да, мы стали играть в теннис Шарик упал, мы встретились с глазами И вспыхнуло чувство Хороший сюрприз Он расцелует ваши ножки и перечистит всю картошку Как представлю, молодой ложится с мужчиной, с пожилым Вот эта шея как перекручная А ты не представляешь, глаза закрой Субтитры создавал DimaTorzok